Сегодня Православная Церковь чтит память семи эфесских отроков, через которых Господь открыл людям тайну ожидаемого ими воскресения мертвых и будущей жизни. Пострадали святые отроки в пор управления императора Дикея. Семь друзей, дети знатных эфесских вельмож, воины императорской армии. Исповедали они себя христианами пред самим императором-язычником и отказались принести жертву языческим божествам. За что были они замурованы заживо по приказу тирана Дикея в пещере горы Ахлон? Присутствующие приказни сановники, тайные христиане, желая сохранить память о святых мучениках, незаметно вложили в вкладку запечатанный ковчежец с двумя оловянными дощечками, где были описаны эти трагические события и имена семи святых отроков. Но желание императора, чтобы умерли юные христиане голодной смертью, не сбылось. Господь наслал на отроков чудный сон, который продлился два столетия, до тех пор, пока не прекратились на земле гонения христиан. Но одна беда сменилась другой. Объявились в Эфесе еретики, которые отвергали воскресение мертвых во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и вносили смуту среди верующих. Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через своих семь отроков. Землевладелец, на чьей земле находилась гора Ахлон, проводя стройку, приказал рабочим разобрать вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись, будто после обыкновенного сна, и не подозревая, что прошло целых 200 лет. Готовясь принять мучения от рук палачей Дикие, послали они самого младшего, святого Иамвлиха, в город за хлебом, чтобы напоследок подкрепить силы свои. Придя в город, юноша поразился. На воротах увидел он святой крест. Люди свободно произносят имя Иисуса Христа. Стал Иамвлих сомневаться, в тот ли город он пришел. Заметили странного юношу стражники и привели к градоначальнику, у которого как раз в это время находился эфесский епископ. Выслушав чудные ответы юноши, он понял, что Господь открывает через него какую-то тайну. И сам вместе с народом отправился к пещере. Найдя в груди камней ковчежец и вскрыв его, прочитал епископ на оловянных дощечках имена святых отроков, а также обстоятельства их казни. Войдя в пещеру и увидев их живыми и невредимыми, народ возрадовался, и все поняли, что Господь через пробуждение их от долгого сна открывает церкви тайну воскресения мертвых. А вскоре на глазах у всех святые юноши склонили головы на землю и уснули. На этот раз до всеобщего воскресения. Хотел император христианин с честью их похоронить, положить в драгоценную раку. Но святые явились ему во сне и сказали, чтоб тела их были оставлены в пещере. Спустя семь веков их мощи в этой пещере видел русский паломник, игумен Даниил. 17 августа. День памяти семи эфесских отроков. Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина.